Ты особо не думаешь о таких вещах. Они случаются на лету, и ты веселишься. Какой костюм? Синий, в полоску. Мне очень нравится этот костюм. Один из моих любимых. Несколько раз надевал его. Обычно я не ношу больше одного раза, но этот носил. Он выигрывает TKO. Когда я нокаутирую людей, они не двигаются. Нокаутируешь. Кто это нахер такой? Кто это такой? Ты прекрасно знаешь, кто я? Чего это нахер за тип? Ну, конечно, я знал Джереми. Джереми отличный боец. Он бился в легком весе, спустился в полулегке, у него тяжелые удары. Но там эта фразочка подошла безупречно, вот и все. Ты особо не думаешь о таких вещах. Они случаются на лету, и ты веселишься. Тогда я себя прекрасно чувствовал. Я только отыгрался за поражение. На Иту Диозу было много тяжелой работы проделано. И после я готовился к поединку за второй титул чемпиона. Здорово себя чувствовал ментально, физически. И не знаю, это просто слетело с моего языка и шибануло по щеке Джереми. Если бы Дэна позвонил тебе и сказал, тебе не обязательно биться с Сирона, можешь биться с МакГрегором, хотя Сирона тоже может биться, ты бы принял бой. Еще как ты бы принял бой. А у него ведь была возможность у Рафаэля, так, но он ее не принял. Точнее, принял, но на бой в итоге не вышел. Так что вы сами все знаете. Из-за опухшей ноги у меня такое тоже недавно было. Но мы на бой все равно вышли, так что... Конор МакГрегор обогатил нас, доставай красные трусики. Мы богаты, детка. Так что не прикидывайся, что ты бы не принял бой, потому что ты бы принял бой со мной, как и все остальные на сцене, независимо от веса, поясов и всего этого дерьма. Я денежный бой среди мужиков во всех весовых, так что пошли все остальные. Сейчас это так же справедливо, как тогда. Сейчас это даже более справедливо. Знаете, я вывел себя на эту позицию и... Это хорошо. Я не врал и не вру. Вот, ты смотришь на короля Дублина. Ты смотришь на короля Дублина, да? Ты смотришь на него. Он перед тобой. Как классно я его запутал. Я закинул ноги на стол, он решил повторить и уже не мог защищать свой пояс, так что... Я просто дернул его со стола. Классная атмосфера. Это у меня на родине, в Дублине. Первое событие такого масштаба в Дублине, верно? У нас был непобежденный чемпион Хоузе Алду, 10 лет не проигрывал. Единственный чемпион полулегкого веса, мега-звезда. И я на подъеме, местный боец. Хорошие времена, хорошие. Он учит детишек джиу-джитсу по выходным и катается на великах со стариками. Он показывает стволы одной рукой и держит шарики для детей в другой. Так что о чем разговор? Ты примерный гражданин. Нахер тебя и твой пояс, мне покер. Мне покер. Нейт клевый. Было здорово разделить арену с Нейтом. Оба раза. Ничего кроме уважения Нейтану. И Нику. Всего им хорошего. У нас классные столкновения были. Мы схожи. Не всем, конечно, но чем-то схожи. И я бы с радостью когда-нибудь провел третий бой. Конор не имеет права гнать на легковесов. Мы слишком большие и сильные для него. Так что он может взять свою мелкую английскую задницу и... Слишком медленный и неподвижный. Ты неподвижный, как доска. Ну, ставлю пятерку за попытку. Он попробовал, что сказать, старик Доналд. Правда, он был неправ, что я мелкий для 155. В итоге, что я сделал? Поднялся и показал лучшее выступление в истории чемпионских боев UFC. Так что пару раз он был неправ в эту ночь. Он говорил про Алдо, что я не пройду Алдо. Вот, смотрите, сейчас это будет. Перед тобой монстр Алдо, который с 145 скоро тебе задницу надерет, а ты выпендриваешься на легкий вес, завязывай. Но он пытался, да, Доналд? Правда, он несколько раз ошибся в эту ночь. Так что... А еще он, кстати, говорил, что мы там стояли вместе рядом за кулисами, я ничего не сказал и всякое подобное дерьмо. И недавно фотки были... И недавно фотки опубликовали в преддверии этого поединка, где я просто там на расслабоне, руки по карманам, и он что-то стоит. Не, это... Это... Никаких эмоций. Да и я уважаю Доналда, если честно. А как иначе? Даже если с этого момента взять, сколько раз он побился с этой пресс-конференции? Раз 20, наверное. Как можно это не уважать? Как можно не снять шляпу за это? Так же он отец, я отец, понимаете? Не знаю, посмотрим, что будет. Я ничего не планирую, просто действую по ситуации. Но будет весело, как всегда. Продолжение следует...